Добрый вечер, дорогие друзья, особенно те, кто не в московском регионе, а смотрят нас где-нибудь за Уралом, потому что у вас уже совсем поздний вечер, а у нас традиционная программа оводства, посвященная бизнесу агентств недвижимости. И вот мы вот в такой компании тесной и плотной людей, которые имеют отношение, конечно же, к бизнесу, и есть что сказать по поводу, как сказать, таких IT-технологий. Хотел бы я начать вот с чего. Ну, помимо того, что мы здесь будем беседовать, у нас будет несколько частей, я бы хотел сначала, что называется, размяться и просто поговорить вообще. У нас сегодня с утра была такая тема, она для агентов была посвящена работе с новостройками или вторичками. Мы пришли к выводу, что сейчас такой рынок у застройщиков классный, что им не только агенты не нужны. И вот как раз тут Игорь подсказал, что им, собственно говоря, и собственные отделы продаж не нужны. Это сбудется мечта, если я правильно цитирую, как бы я не буду ссылаться, но говорят, что владелец ПК как-то где-то сказал, что я вообще мечтаю, чтобы все квартиры продавались онлайн. Потому что если ты выбрал хорошо локацию, правильно сделал маркетинг и обеспечил цену, то тебе, в общем-то, для продажи новостроек посредники в виде людей не нужны. Можно прям автоматом все продавать и онлайн-магазин, квартир, все. Вот со вторичкой, конечно же, немножко все сложнее, точнее немножко, наверное, серьезно сложнее. Вот я хотел бы для начала, Андрей, у тебя спросить. Скажи, пожалуйста, вот за то время, я знаю, что ты давно занимаешься внедрением всевозможных, в первую очередь, CRM, я помню, там, с Легапланом как-то продвигал, потом АМА-СРМ, еще, наверное, какие-то проекты лица были. Вот за это время, за последние, предположим, 5 лет, насколько принципиально изменилось отношение большинства агентств, я подчеркиваю, большинства, к технологиям, учитывая, что все-таки большинство агентств у нас небольшие. То есть это там 10-15 человек, по большому счету им там Excel должно быть за глаза. Изменилась ментальность или нет? Я бы сказал так, все зависит от региона. Потому что Москва, Питер, количество заявок увеличили, регионы как были на своем уровне, так и осталось. Несмотря на весь этот ажиотаж, многие к CRM-системе подходят с точки зрения все-таки удобства работы риелтора. Ведь CRM на самом деле это Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с кем? С потребителем, с покупателем, с собственником. То CRM-система в основном сейчас ищет для того, чтобы риелтору было удобно. И поэтому какого-то такого кардинального качественного сдвига не произошло. Однако, если брать компании средние и крупные, то здесь явно введен прогресс. То есть практически все стали выбирать какие-то платформы, пытаются сами писать. И понимают, что управлять большой компанией BCRM-система в принципе невозможно. Здесь интерес повышен. Если вот коротко, то наверное вот так. А насчет того, что ты говоришь, что сейчас новостройки практически сами продаются. Я получил сейчас буквально позавчера статистику из регионов. У меня у самого федеральной сети агентств, если знаешь, компания Альфа. То продажи у застройщиков в регионах встали. И январь был самым худшим месяцем, который можно предположить. Хотя я только что читал статистику, что ипотеки в январе выдали рекордное количество. Поэтому не везде однородная ситуация, однородная картина. Я знаю, что очень многие риелторы из Санкт-Петербурга живут, что с ними практически перестали застройщики работать. Но в тот же момент мы видим те тенденции, что сейчас наоборот хорошее время выстраивать долгосрочные отношения с риелторами. И нельзя исходить из того, что один канал обеспечит себе продажи. Всегда должно быть много каналов, как модно в IT-сфере говорить, омниканальности. И пренебрегать каким-то каналам я бы не рекомендовал. Ну, как бы дело в застройках, это отдельная тема. Это отдельная тема, в том числе, вот здесь у нас присутствует как раз представитель маркета. Я думаю, что у вас статистика по тому, в каких регионах, как дела обстоят большая. Но у нас тема все-таки не про новостройки. Я бы хотел сейчас, не знаю, насколько корректно обращаться к Эдуарду. Потому что Эдуард не так давно был франчайзи цифрового агентства. Вот в каком виде ты себе представляешь, ну мы просто знакомы, поэтому я на ты, да, представляешь цифровизацию агентства недвижимости? Вот для твоего уровня это что такое? Ну, на самом деле цифровизация проникает постепенно во все сферы агентства недвижимости. И правильно, как Александр говорит, без… извините, извините, Андрей говорит, что без CRM никуда, особенно если мы хотим, чтобы агентство было не 5 человек семейного типа, а 100 и более человек, конечно, без CRM никуда. Но есть и другие технологии, которые позволяют риэлтору экономить время, позволяют клиентам, риэлторам, в общем-то, гораздо проще настраивать коммуникацию с клиентом. Ну и, в общем-то, как, наверное, и в любом другом бизнесе, может быть, не столько важна сама технология, насколько важна ее уникальность. То есть, когда ты продаешь, все продают одно и то же, для клиента достаточно просто и торговаться, и, соответственно, ну и выбирать. Когда у тебя есть что-то уникальное, насколько это применимо, там, да, то есть к продажам, это другой вопрос, но это всегда интересно, продавать что-то другое, нежели все продают. Как раз вот цифровое агентство недвижимости, о котором мы сказали, мы старались и по количеству сервиса, ну, дать больше, и, ну, технологиями привлекали. Но что самое главное, что у нас эти все технологии и сервисы, они остались, и мы дальше их активно предлагаем клиентам, и, так скажем, на этом имеем форум перед другими нашими коллегами по рынку. Привет, люди недвижимости! Если вам интересно, как продвигать себя с помощью видео, то смотрите дальше этот промо-блог, если нет, то сделайте перерыв на парочку минут. Сейчас я познакомлю вас с возможностями нашего канала для продвижения агентов. Продукты для агентств недвижимости, банков, застройщиков и прочих бизнесов рынка в других видео по ссылкам здесь и в описании. Итак, что нужно агенту? Правильно, клиенты. При этом важно разделять клиентов-собственников и покупателей, ну, или арендаторов. Если вы любите холодные звонки, расклейку или ищите клиентов, размещая приманки на порталах, как говорится, ради бога, с помощью видео частично вы можете решить и эту задачу. Но эффективная генерация лидов видеоинструментами работает, если вы занимаетесь этим системно и регулярно. Такая работа требует много сил и средств, поэтому подобное продвижение подходит либо для компаний, либо для коопераций, то есть когда в ваше продвижение вкладываются коллеги, а вы делитесь с ними лидами. Без серьезных вложений вы можете решить другую задачу, а именно утепление лидов. Или если говорить терминами продаж, то речь идет о продвижении клиента по воронке. Например, вы были на просмотре объекта и хотите, чтобы клиент подписал с вами договор. Почему бы не послать ему ссылку на свое интервью на нашем канале, в котором вы рассказываете о том, почему выгодно подписывать договор с агентом, или в чем ценность именно эксклюзивной формы договора. Это всего лишь один пример, но можно сделать видео по всем этапам воронки. Важно, чтобы материал был не в виде вашего личного блога. В этом случае он ничем не будет отличаться от попытки продать свою услугу при звонке или при личной встрече. Видео должно иметь формат интервью, когда ведущий задает вам беспокоящий клиента вопроса, а вы не навязчиво. Это самое важное. Отрабатывайте эти возражения. К тому же видео на официальном канале подчеркивает ваш статус эксперта и вызывает значительно больше доверия, чем самопрезентация. Помимо интервью, вы можете снимать рассказы о каких-то важных аспектах рынка, например, об ипотеке или обзор районов. По ссылкам в описании вы найдете примеры тех агентов, которые уже размещают свои видео у нас на канале. Там же есть примеры интервью. Попробуйте сделать так же самостоятельно или закажите у нас. Цена одной публикации начинается всего от 5000 рублей. Это самый простой вариант. Если же вы хотите, как говорится, засветиться в своем городе, получив не менее 5000 просмотров, то начинайте от цифры 16. Для справки, каждый целевой просмотр в этом случае обойдется вам от 1 до 4 рублей, в зависимости от таланта и харизмы. В любом случае, если у вас есть интерес к продвижению себя через видеомаркетинг, обращайтесь. Кстати, я провожу регулярно мастер-классы и веду блог на Дзене. Там вы можете узнать, как снимать видео и как сделать их эффективными. Все ссылки, конечно же, в описании. Там же ссылки на то, как другие наши продукты позволяют вам зарабатывать. Становитесь богаче вместе с М2ТВ. Что бы я хотел пообсуждать? И зачастую можно слышать, не обязательно в недвижимости, в любом бизнесе, что CRM делается больше для руководителя. И как бы это такой способ контроля агентов, чтобы они не левачили. Ну, естественно, чтобы, наверное, собирать аналитику, если она присутствует в массе. Потому что, ну, смысла там собирать большую аналитику, не знаю, по пяти сделкам в месяц? Хотя, может быть. Все-таки, что такое, Андрей, по твоему мнению? Что такое CRM или подобные системы? Я просто по CRM, все-таки давай глобализируем туда же всякие системы управления, чтобы не путаться, где это клиент, где это бизнес-процессы. Вот это все в одной кучке. Ну, смотри, во-первых, ты, наверное, действительно хорошо нас рассадил, потому что это представители MLM, мульти-левел менеджмент, да? То есть, так называемой сетевой структуры компании, когда сам агент, да, вот как вы правильно говорите, я сам нашел, мне дали инструмент, я сам сделал, я сам, я сам, я сам. Я сам принял звонок, я сам сделал холодный звонок и так далее. И поэтому, да, сервисы, которые делает, допустим, мэнд-маркет, они великолепны. Дело в том, что у нас сейчас на MBA учится порядка 20 человек вот в этом потоке. И есть ребята, которые в Чехии, в Словакии и в Северном Кипре. И я им как раз говорю, давайте через N-маркет давайте продавать. Почему продавать? Потому что для нас зона привлечения, допустим, новостроек со всей России является зоной привлечения еще и к покупке зарубежной недвижимости. То есть человек хочет купить новостройку, например, в Москве, ну, не знаю, там, Сомска. И у нас очень много таких сделок, когда мы его переубеждаем, а давай-ка у нас вот с ВНЖ, да, купи, там, допустим, Словакию. Это же дешево, выгодно и так далее. И мы поэтому осваиваем очень активно этот инструмент с точки зрения лидогенерации трафика. Но это как раз модель MLM, да, когда агент с агентом и так далее. Если рассматривать мой подход, наверное, с 2004 года, я вначале в российско-американской компании, если помнишь, доки был. Ну да. Потом дом.ру. Это все корпоративный подход. И в корпоративном подходе, понятно, должна быть система управления. В 2009 году я создал технологию револьверной продажи для компании MLM, потому что был запрос, да, для того, чтобы сделать крутую управленку. И когда я как специалист по управлению сделал револьверные продажи, я понял, что с классическим риэлтором, который свободный художник, который как кот гуляет сам по себе, это ничего не работает. И работать в принципе не может, значит, нужно менять структуру, нужно, соответственно, прежде всего, да, сделать разделение труда, четкий функционал, чтобы было все видно, прозрачно и так далее. И вот в тот момент, в начале, еще в 2005 году мы сделали первую CRM-систему, и это было очень круто, замечательно. Но что мы сделали? Мы прежде всего, ну, сейчас вот, допустим, агенты сразу почувствуют, насколько мы не любим, наверное, их, да. Прежде всего мы… Я надеюсь, нас смотрят в основном руководители. Мы лишили их трафика, то есть мы лишили заявок покупателей, собственников, этим всегда у нас занимается, мы называем часто ЦУП, Центр управления продажами. То есть он принимает, он, соответственно… Вы их не лишили, вы просто стали их предварительно окучивать, да, и передавать уже… Очень большой процесс, на самом деле, мы взяли на себя, потому что, во-первых, это действительно правильное размещение рекламы, да, мы понимаем эффективность какого канала, что убрать. То есть, допустим, в нашей компании сейчас, если я не ошибаюсь, порядка семи с половиной тысяч объектов, но в рекламе у нас всего лишь пятьсот, а трафик такой, что мы иногда даже не успеваем, как бы, всех обработать. То есть у риэлтора же есть такое вот, я часто их называю, санитары леса, да, то есть любой какой-то завалящийся объект появился, он его хватает и тут же, как спонсор Авито, да, начинает его рекламировать. Зачем? Вопрос зачем? Для чего он это делает? Да, абсолютно непонятно. Поэтому объяснять ему каждый раз, да, по сути, это основа некого маркетинга, тестировать, ну, это не его работа, он переговорщик классный, поэтому, пускай будет переговорщиком, мы эту работу на себя забираем. Эффективность увеличивается просто в разы. Понятно, что юридическую услугу мы давным-давно уже отключили от наших экстракласса специалистов, и мы получили экономию времени, ну, то есть на каждого риэлтора это порядка, ну, где-то 18 часов в месяц, да, свободного времени, когда он сам ходил там на сделки, несмотря на то, что юристы там что-то готовили, мы просто вот это тоже отсекли. Мы отсекли первую лидогенерацию, и вторую отсекли юридическую часть. Дальше мы пошли еще глубже. Оказывается, по психопрофилю, да, они все могут великолепно работать с собственниками, и кто-то с покупателем. С покупателем надо бегать ногами, да, думать ногами, мы всегда говорим это, топ-топ-менеджер, да, вот. А с собственником это другая работа. И удивительно, но, допустим, для многих риэлторов целая проблема, да, подписать договор. Огромное количество тренингов, как подписать договор. А мы вот эту функцию от риэлтора тоже забрали, отдали ЦУПу, и у нас появились профессиональные такие подписанты. Листинг-менеджеры такие. Да, и они с эффективностью более 80% практически с каждым собственником подписывают договор. То есть мы все вот так вот разделили. К чему это привело? Вот я как раз в Питере выступал с докладом 300 спартанцев, да, почему? Потому что в нашей компании сейчас работают вместе с стажерами и всем АУПом, да, всего лишь 200 человек. Но мы по количеству сделок в рейтинге Сбербанка на 14-й месте. Да давай, ничего, рейтинг Сбербанка, сколько выработка на одного агента? Значит, минимальная выработка 4,6. Если я раньше говорил средняя, теперь минимальная. Это Пермь, Пермский край, Удмуртия, Екатеринбург. Средняя комиссия? Средняя комиссия здесь разная от, соответственно, 30 до 150. А упор в основном вторичный? Да, мы в основном работаем на вторичке. Поэтому, если брать автоматизацию, мы пошли по пути единого информационного поля. То есть у нас нет теперь ни вайберов, ни телеграммов, все в серой системе. То есть человек не выходит. Это первая вещь, которую мы сделали, причем мы это сделали в январе приказом, потому что у всех были свои чаты, да, там кто-то приказы вайбере отдавал. Все мы ликвидировали, через одно информационное пространство стали работать. Это вот первое, огромное преимущество. Вторая вещь, мы очень много автоматизировали классификации, потому что, ну, все слышали, вот я недавно видел, не буду говорить компанию какую, от них что такое теплое, горячее, холодное, я был в шоке. То есть у них классификация клиентов буквально хочет купить, да, думает купить, да, готов купить. Вся классификация. На самом деле, проведя глубокий анализ, да, мы выявили 14 параметров, которые влияют на понятие теплое, горячее, холодное. И мы понимаем, что ни один человек, да, не сможет, да, учитывая эти параметры, рассчитать. Мы это все запрограммировали. И поэтому CRM-система, все, что нужно нашему специалисту. Вы анализы берете? Все, что угодно. Все, что нужно, это просто отметить какие-то там, ну, где-то договор подцепить, да, дату там встречи. Подожди, как связано, скажем так, ты говоришь, что для того, чтобы разделить на эти 14 категорий или 14 параметров, неважно, все равно нужен человек, который этот опрос проведет. То есть он ведет данные какие-то. Нет, на самом деле все очень просто. Если рассматривать рутину риелтора при работе с клиентом, у него же есть определенная рутина. Он собирает там документы, задает определенные вопросы, какие-то скрипты. Все, что он это делает, он просто сразу в мобильной версии отмечает. Сама система пересчитывает, да, дает ему теплое, горячее, холодное и дает сразу сценарий, что делать дальше. Ну, не знаю, окей, какой-то такой. Ну, хорошо, пусть будет так. Я здесь финиширую следующим образом. Многие боятся, что CRM-системы, вот в данном контексте, да, вообще роли риелтора нивелируют. С одной стороны, да. С другой стороны, мы снимаем настолько с него рутину, что, по сути, он занимается только главным своим творчеством, коммуникацией с клиентами. А вот это самое сложное. Потому что все страхи у человека в меньшей степени с CRM-системой связаны, в большей степени, да, как зайти в квартиру, а вдруг меня пошлют, а вдруг не получится, а вдруг сделка развалится и так далее. Поэтому мы весь акцент делаем уже на переговорные техники, на психологию потребителя. Все, что мы можем, мы постоянно автоматизируем. Последний пример я тебе приведу. Например, ипотечные брокеры. Нашей компании их было четыре. Сейчас мы увеличили, да, но их было четыре. В месяц они сделали 700 где-то в среднем консультации. Одобренных кредитов было где-то в районе 560, чуть выше. Это благодаря CRM-системе. Почему? Потому что все, что делал наш сотрудник, да, задавая какие-то вопросы, ставил параметры. Система сама ему помогала, что сделать, в какой банк лучше отправить рекомендации, вплоть до коннекта с банками в автоматизированном режиме. Юристы у нас в момент автоматизации, да, увеличили свою производительность в 4,3 раза. Потому что все шаблоны документов, все было там. Система сама все делает и готовит. Поэтому в этой ситуации я не представляю вообще современное агентство среднее или большое без такой автоматизации. Но нужно не забывать и последнее, наверное, то, что есть циклы развития компании. И, соответственно, если вы на первых двух циклах попытаетесь внедрить CRM-систему, это будет всегда неудачно. Потому что вы еще не готовы, система управления не готова. И то, что мы говорим, что это CRM, это не CRM. Это просто, ну, как бы автоматизированные базы данных, например. Или просто помощь в работе сотруднику. Потому что CRM, ну, вот мы с тобой говорим, что CRM это более глобально. У нас и HR включается, да, там, и документооборот, и финансы. Все в одном пакете. Это единое информационное поле. Я прямо сейчас могу открыть телефон и по каждому своему сотруднику увидеть, сколько он сделал звонков, сколько он сделал встреч, когда, удачно, неудачно, на каком этапе у него находятся клиенты. Причем классификация на теплое, горячее, холодное позволяет прогнозировать доходы следующих как минимум трех месяцев. Мне-то лично кажется, что какой-то элемент контроля и анализа взаимодействия с клиентами, даже в агентстве, где 10 человек, нужен. Вопрос только действительно в том, что всегда возникает сложность внедрения. Внедрение, в первую очередь, в голову руководителя. Потому что вот я несколько раз участвовал в бизнес-турах в известную компанию «Якс» в Краснодаре. Мы там снимали, транслировали. И я увидел и по участникам, потому что это из года в год приезжали люди. Первое, с чего начинался бизнес-тур, руководитель Наталья Глебова спрашивала, а вот из прошлого раза вы что внедрили? И там, как в школе, там, где же были, у меня не спросили. Ну, там спросят всех по журналам. Ну, вот мы там вот это как бы и вот, возможно, чуть-чуть вот это. То есть там в лучшем случае внедрение было там процентов на 15-20. Ну, были, конечно, исключения, которые там больше внедряли. Но, тем не менее, и всегда Наталья Глебова говорила одно, что нужно начинать с того, чтобы менять голову. Два слова о платном доступе на нашем канале. Напомню, что все трансляции проходят на канале бесплатно. По завершению эфира видеозаписи переходят в доступ к платным подписчикам. С этого года мы вводим новый уровень подписки под названием «Лучшие практики». Полные записи и трансляции вы сможете смотреть, став спонсором подписчиков именно этого уровня. Кстати, здесь же вам будут доступны и все видео двух предыдущих разделов – «Обучение для риэлторов» и «Обучение для экспертов». Несмотря на то, что подписка на «Лучшие практики» стоит 1399 рублей в месяц, вы можете потратить на просмотр нескольких видео из подписки всего 46 рублей. В такую сумму вам войдется один день подписки, ведь отказаться от нее вы можете в любой момент. Сокращенные версии всех трансляций мы будем по-прежнему опубликовать на канале в открытом доступе. Все архивные трансляции мастер-классов, прошедших в 2020 году, по-прежнему доступны за 99 рублей в месяц. Все ссылки в описании. Я бы хотел сейчас к Эдуарду вернуться. Эдуард, я, поскольку знаком немножко с вашей компанией изнутри, знаю, что у вас там как минимум есть такие три человека в команде, которые относятся к разным категориям участков ответственности. Вот есть распределение в руководстве о том, на ком лежат цифровизации? Нет, такого распределения, значит, нет. Я больше скажу вам. Спасибо, что пригласили на эфир. Очень приятно. И как раз с коллегой согласен. Сейчас сижу и записываю, наматываю то, что Андрей говорит. Насколько это применимо, насколько нет. Вот, кстати, насколько. Ну, вот, наверное, я скажу, как человек, ну, практик, да, я работаю, страшно сказать, 16-й год уже, вот, сейчас мне 35, я здесь заселить-то работаю, и, ну, могу сказать, что, конечно, все эти цифровизации, СРМ-ы, это штука хорошая, и, конечно, это и удобство, в первую очередь, для агента, и контроль для руководителя. Например, вот, совсем недавно начали тестировать такую историю, когда не агент сам, там, да, себе выбирает работу, там, да, то есть, а руководитель сразу из СРМ выделяет те объекты и назначает, образно, там, ну, за 15 минут работу агенту. И уже агент вроде как должен это сделать, и руководитель проверяет то, что было совелосовано. На самом деле, в агентстве говорят на рынке, да, там, как удержать агента. У меня такой проблемы нет, да, то есть, люди, конечно, уходят, там, да, уходит кто-то, там, из профессии, кто-то стажера, там, уходит, кто-то в декрет уходит, например. Но если взять такую систему, ну, я бы назвал ее партнерство, да, когда есть руководитель, есть HR, есть директор по адаптации и развитию, есть коммерческий директор, есть руководитель отдела продаж, и все движутся, ну, как бы, я не буду так громко говорить, в виденном порыве, там, да, то есть, ну, все мы стараемся на результат. То есть, один руководитель ведет, там, как куратор по проекту Троиден с одним застройщиком, с эталон-инвест, например. То есть, и как раз вот согласен с коллегой, что, с Андреем, что здорово, когда лид принимает не агент напрямую, потому что, ну, сами понимаете, там, да, то есть, агент может быть в операционной загрузке, и качество отработки тогда не гарантируется, какой бы он там ни был хороший специалист. А у нас, ну, изначально любой лид принимает человек, который курирует, да, то есть, он полностью договаривается и передает уже, не то, что подогретого, практически, ну, передает уже договор, как вот Андрей сказал. Вот. Соответственно, очень много внимания уделяем обучению. То есть, обучение тоже солидарно со мной, то есть, обучение, ваш вопрос, за сколько можно пройти, не за сколько, у нас постоянно. То есть, у нас каждый день в 11-15 начинается обучение. Для всех или группа? Нет, в 11-15 начинается для, так скажем, стажеров-агентов, там, да, а потом с 12 начинается для новичков. У нас даже две градации есть новички, это, грубо говоря, первая неделя, там, да, которые пришли, им нужно, ну, как бы рассказать про компанию, рассказать про услуги, да, в принципе, профессию рассказать, куда они пришли, потому что многие не понимают. И вот, грубо говоря, те люди, которые прошли неделю, да, вот они уже встают на пятинедельный, такой, так скажем, марафон, где у них там встречи начинаются уже на второй неделе. Вот, и все знают, что у нас обучение идет с утра. И к этому обучению мы подключаем, конечно, это не так просто, как я сейчас рассказываю, подключаем тех людей, которые, ну, считают себя экспертами, на самом деле такими и являются, но здесь же вопрос не в информационной нагрузке, да, а вопрос именно прийти зарядиться, да, то есть получить позитив, посмотреть, как ребята там отрабатывают эти возражения и так далее. Поэтому за цифровизацию, возвращаясь, как бы, к вашему вопросу, нет такого человека, который отвечает вот конкретно за цифровизацию, на такого вообще понятия нету. У нас есть понятие вводить каждого агента более чем на одну сделку в месяц, да, то есть, и, ну, это такая, на самом деле, задача, на которой работает весь коллектив. Поэтому мы как единый механизм увеличиваемся, за последний год там в два раза увеличились, и, ну, почти по всем параметрам увеличились. И несмотря на любые события, которые происходят, мы так, в общем-то, достаточно быстро ориентируемся и дальше двигаемся уже. Я, кстати, подтверждаю для тех агентов, которые, не знаю, может быть, будут нас смотреть в записи и рассматривают возможность работы в каком-то агентстве просмотреть и в качестве агентства, вы сейчас Мейель Минский, да, называете? Мейель Минская, офис на Минской. Офис на Минской, да. Все контакты есть в описании. А на самом деле у нас сейчас буквально первый час, у нас мы закончили. Немножко расскажу, все-таки я на MarketPro постараюсь не тратить много времени, постараюсь уложиться 5-7 минут. Как говорили про один из сервисов, мы тоже в 2012-2013 году были, сама система NMarketPro была создана, тогда еще и NMarket было агентство, которого сейчас нет, была как раз создана для внутреннего пользования. И, собственно, на своей шкуре прочувствовали все боли, те боли, которые испытывает агент по недвижимости, работающий именно в новостройках. Понятно, что изначальная специализация, и сейчас основная специализация, это именно продажи новостроек. И, собственно, потихоньку из такой локальной истории питерской в 2013 году, в 2015, насколько я знаю, правда, еще не работал на тот момент, я с 2018 года в компании, да, исчезло агентство, и появился уже непосредственно сервис для риэлторов, для работы по новостройкам. И в 2021 году мы уже имеем 23 города присутствия, а на самом деле наши партнеры, агенты, агентства недвижимости подключены, по сути, к нам по всей стране, это более 60 регионов. 23 города – это где непосредственно есть физический офис, учебный центр, это наши либо филиалы, либо франшизы. Это все основные города-миллионники, мегаполисы. Это если краткий экскурс. А, увидим чуть позже из-за задержки, да, видимо. А, она вон там как-то так проступает. Да. Теперь, что касается, начну цифры, потом вкратце и быстро расскажу о продуктах. Один из основных принципов системы – это работа с новостройками, возможность агенту быстро и качественно предлагать новостройку в момент телефонного разговора, личной встречи клиенту. Один из основных мерил, да, с помощью чего мы мерим активность системы – это коммерческие предложения, которые распечатывает или отправляет агент агент своему потенциальному покупателю. Так вот, таких предложений было отправлено 2 миллиона за 2020 год. Ну, то есть, если смотреть конверсии, это порядка от 80 до 100 тысяч людей получили эти предложения, если мы смотрим нашу воронку. Мы касаемся очень большого количества семей, которые с помощью наших партнеров-агентов, которые хотят приобрести новостройку. Сейчас в системе порядка 10 миллионов метров – это конец года. Сейчас их около восьми. Это спрос вымылся. Надеюсь, он наверстается по итогам второго-третьего квартала. И по предварительным оценкам, каждая 30-я принципи новостройка в стране, неважно, присутствуем мы или нет, да, в городе, продается через систему. Был рекорд в Москве – 2,5 миллиона комиссионное вознаграждение получил агент у нас хороший. Почему я обратил внимание на средний чек? У нас агенты проводят средний чек в размере средней в Москве – 12 миллионов. То есть мы на хороший вышли средний чек. И удивительно, через агрегаторы, кем мы являемся, эффективно продают коммерческую недвижимость. Сейчас, да, и бизнес, и элит-класс. Мы продали больше, чем на миллиард коммерческой недвижимости за прошлый год. Это такая уникальная ситуация именно для сервиса MarketPro. И порядка 2 миллиарда выплатили комиссионное вознаграждение нашим партнерам, потому что мы гарантируем комиссионное… Это за год? Это за год по стране. Из них процентов 50 точно мы авансировали раньше. У нас есть финансовый инструмент, который позволяет, собственно, кредитные линии… Не секрет, что застройщик платят часто в течение двух-трех месяцев в силу определенного актирования, различного согласования. В момент, когда мы понимаем, что условия по сделке выполнены, а это получение денег на расчетный счет застройщика, и мы требуем от агентов платежки для этого, как раз, чтобы это подтвердить, мы, не дожидаясь еще согласованного акта, оплачиваем агентству недвижимости сделку. Часто это для… особенно для молодых агентств, или у которых высокая оборотка в рекламе, привлечение людов – это очень круто, потому что получил раньше деньги, быстрее заплатил сотрудникам, замотивировал. Мы это понимаем. Можно дальше? Основные сервисы – это новостроек, это сервис бронирования новостроек. Принцип простой, можно даже на следующий слайд сразу, чтобы перелистать. Это наш базовый, по сути, сервис, вокруг которого сформируется, назовем это так даже, экосистема для агента по недвижимости. Мы, с одной стороны, подключаем застройщиков, заключаем с ними официальные контракты. На данный момент 855 юрелиза застройщиков. С другой стороны, к нам подключены, здесь старая цифра, 52 тысячи с половиной сейчас риэлторов. Видимо, старые слова и ставили. В систему заводятся все планировки, все регламенты работы. Мы сами отрисовываем в едином стиле планировки 3D-тура, аэропанорамы. Таким образом, даем инструмент продаж, инструмент быстрого поиска. И вот ту самую историю, которую ты рассказывал про Виннер, собственно, то здесь тоже самое реализовано по новостройкам. В кратчайший срок предоставить клиенту информацию по новостройке. И при этом система брендируется логотипом агентства недвижимости, таким образом никто не понимает. Мы не вешаем логотип Яндекс, как такси, ни в коем случае. Мы именно таким образом продвигаем бренд-агентство. И дальше мы ведем, уже подключается офлайн-команда. Надеюсь, квартира идет на просмотр, бронируется по этапам сделки, да, мы проходим. И здесь подключается офлайн-команда, которая максимально пытается сконвертировать, помочь агенту сконвертировать сделку. Еще важный момент, на самом деле, это привет нашим ребятам из бронирования хочу передать. У них стоят жесткие показатели привязки к конверсии брони, то есть исходящих с заявок в систему, мы должны сконвертировать определенное количество сделок и тем самым денег, да, агенту и нам. Ну, все мы зарабатываем. И часто, особенно в регионах, где, скажем так, иногда навыки риэлторов слабы в новостройках, наши там девочки-мальчики, по сути, ну, реально вытягивают сделку физически, помогая, переориентируя, если объекта какого-то нет и так далее. То есть здесь мы в одной связке работаем. То есть без оффлайна здесь никак. Офигенный инструмент с точки зрения подбора и оффлайн-команда, которая должна максимально помочь нашему партнеру завершить сделку. В Москве другой момент есть, я на этом остановлюсь, это достаточно жесткие регламенты застройщиков в плане фиксации, проведения сделок, актов, просмотров. Один неверный шаг у застройщика X, и ты лишаешься, по сути, всей работы, проведенной на всем этапе. Так вот, мы свели таких фейковых, ну, таких неудач к минимуму сейчас, это доли процентов, слава богу. Вот, можно дальше. Это базовый инструмент. Соответственно, ну вот, пример на экране визуализации, это шахматки всем привычные, это 3D-визуализация, соответственно, это возможность по многим объектам уже, это аэропанорамы можно покрутить вместе с клиентом. По сути, ну, находясь в офисе, либо даже онлайн, подключившись по Zoom, можешь работать с клиентом и также удаленно продавать. Дальше. И очень важный момент, мобильное приложение на iOS и Android, которое позволяет, у нас был, по-моему, агент из Самарии, находясь в Турции, забронировал, продал квартиру, по сути, вернувшись. Нечта. Да, да, нет, ну, по сути, это реально крутая штука. Здесь даже есть история с дополненной реальности, мне безумно нравится эта игрушка, когда ты можешь подъехать, ну, поставить радиус по объектам, навести, короче говоря, подъехав сама на машине с клиентом к полю, и тебе покажут название объекта, и ты прямо провалишься с телефона в наличие. А еще очень важно, наличие актуально максимальное, онлайн обновление, интеграция с застройщиками. Мы даже чертовы Excel в Краснодаре пытаемся максимально обновлять, обновлять, мы часто информацию получаем не по API, а просто, к сожалению, в таком достаточно примитивном виде, но и то мы это обрабатываем, пишем какие-то парсы, сайтов и так далее. То есть, на самом деле, отдел контента у нас, по-моему, более 70 человек, которые занимаются непосредственно обработкой контента по стране. Вот, и, на самом деле, мобилка позволяет также забронировать, подать заявки. А, вот переуступки. Очень важный инструмент, который запустили. Основное преимущество здесь какое? Да, мы, агент может размещать квартиру по переуступке или по новой вторичке, как я уже сказал, в рамках системы ПРО, и, по сути, быть в одном информационном пространстве с объектами застройщика. Это позволяет существенно повысить целевую аудиторию по твоей квартире. Все мы понимаем сейчас, например, объемы застройщиков вымыт, например, в Москве и Санкт-Петербурге очень сильно. И разместив квартиру, ты часто получишь обращение по этой квартире от другого агента, который ищет новостройку для своего клиента. И здесь очень важно. Они, как я говорил, модерируются и имеют все те же преимущества отправки презентаций, 3D-визуализации, которые идут в рамках объектов застройщика. То есть, они попадают ровно в ту же обработку контента, которая и присуща всем квартирам, которые размещают девелоперы. В общем, такой B2B-контакт, отмодерированный, на мой взгляд, этим надо пользоваться. Это то, о чем многие мечтали на рынке дальше. Вам сам Бог велел. Да, понятно, что мы используем, мы пытаемся дать риелтору максимальный список инструментов. Опять же, автоматизированная подача ипотеки, одна анкета, максимальное количество банков. Наш брокер помогает выбрать 3 лучших варианта. Ну, а по части банков, которые, ну, будем откровенны, есть там первая пятерка, условно, которая не платит комиссию, которые высокие маркетинговые бюджеты, их знают, им нет смысла это делать. Есть банки, которые комиссию платят, и у них достаточно, при этом, лояльные условия тоже ипотечного кредитования. Это позволяет брокеру, еще, ну, риелтору дополнительные заработки еще на ипотеке. Да, какую-то небольшую прибавку. Особенно в регионе это особенно ощущается, где комиссии ниже, например, из Петербурга или Москвы. И то, что я говорил, это вот так как мы находимся в разных городах, и риелторы могут подключаться к системе, регистрироваться абсолютно с любого города, по сути, страны. Это возможность своего клиента отправить из Владивостока в Краснодар, из Москвы в Сочи и так далее. По объектам она также забронировалась в системе. Это кросс-региональное взаимодействие. По-моему, там... Да, еще и последний момент. То, что как раз инструменты практические для риелтора для получения лидов и обращений. Это сайт плюс, это, по сути, возможность заказать буквально за сутки сайт по новостройкам. Сайт про – это более продвинутая история, каталог про, который встраивается, база новостроек в текущий сайт. И мы сейчас запустили визитка про для так называемых продвинутых риелторов, коммерсантов, личные бренды, которые могут сайт со своей визиткой размещать. Вот, пожалуйста. Да, да, да. И там настраивать на нее, собственно, лидогенерацию, поток клиентов. Все это упаковано и стоит достаточно, ну, недорого, насколько я помню, порядка, например, сайт плюс стоит 3000 в месяц. И все. Это готовый сайт с поиском по новостройкам и заявками. И не надо тильду изучать. Ну, формально, да. Зачем это, в принципе, нужно риелтору? Пусть общается с клиентом, как говорили. Ну, на этом… А, и вот как раз я говорил про конвертацию заявок. Следующий сейчас сразу слайд, чтобы я не задерживал. Вот так работает наша воронка классическая, к которой мы стремимся. В Москве, например, мы принимаем порядка 6-7 тысяч заявок только в месяц, наша команда, по бронированию и фиксациям. То есть, есть классическая воронка, к которой мы стремимся по стране. Это из 100 принятых процентов заявок, там, 70% дальше идут на просмотр, 50% уже бронируют непосредственно квартиру, 30% выходит на подписание договора, ну, и 25% обычно после записи тоже кто-то может сорваться, выходит непосредственно на регистрацию договора. Вы к этому стремитесь, а какие показатели сейчас? Я могу сказать, что в Казани это вообще один к двум, в Москве эта цифра гораздо ниже из-за фиксации, большого количества фиксаций. То есть, здесь процент для конверсии нужно высчитывать отдельно. По Петербургу один к трём, по Краснодару один к четыре и семь из пять, если я не ошибаюсь, цифры. То есть, средняя наша конверсия, эталонная даже не один к четырём, а один к трём. Но если мы смотрим про воронку сделки, она выглядит примерно так, вот входящую. То есть, в принципе, мы этого добиваемся. И обратная ситуация, почему мы полезны девелоперы, почему с нами любят работать. Ну, понимаете, да, что, по сути, мы обеспечиваем достаточно экономию девелопера в плане общения с партнёркой и затрат на развитие партнёрской сети. Вот здесь яркий пример, когда один акт заменяет 17 актов с агентствами для застройщика, а это 55 агентов. Представьте, 55 звонков застройщику, какую работу вот эта вот самая берёт на себя отдел бронирования и развития ин-маркет в данном случае. То есть, мы как раз занимаемся вот этим самым жёстким вопросом коммуникации между девелопером и агентом. И также запустили, здесь этого не будет, Академия ин-маркет-про. Это как раз для руководителей, для новых агентов курса, да, онлайн обучения. И уже можно сказать, скоро мы об этом будем активно анонсировать, я пока не буду раскрывать название московского застройщика, но мы первые, кто запустил, запустит подробное обучение по крупнейшему застройщику Москвы для всех агентов России. Это записи, это тесты, непосредственно сотрудники застройщика будут в этом участвовать, будут отсняты объекты и будет сделано профессиональное обучение для риэлтора. По крупнейшему или по самому крупному? По одному из крупнейших. Понял. По самому крупному, ты же видел рекламу. Их отношения к нам немножко, да? Да, это был, конечно. На этом я всё. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. На самом деле, если у вас есть вопросы и по системе ин-маркет, и по каким-то другим вещам, пишите, пожалуйста, в чате и в комментариях, если вы смотрите на записи. Я тут просто кое-что процитирую из комментариев. Ну, во-первых, тут постоянно наш зритель с ником «Повелитель винных бутылок» в пятницу – это хорошо. Сколько времени уходит на то, чтобы стажёр самостоятельно мог пользоваться сервисами архивов объявлений и мог самостоятельно делать какие-то выводы по цене его объекта? Это, наверное, к вам вопрос приблизительно. Сложный вопрос. Всё зависит от индивидуальных способностей агента. То есть некоторые более способны, другие менее способны. На самом деле, ничего сложного в этом нет. Кто-то за полчаса, кто-то за пару часов. У всех по-разному. Тут как раз комментарий, когда мы обсуждали, что, похоже, это не CRM, а ERP. Ну да, конечно, во всех системах управления, это понятно. Мы пытлились вместе. Также, да, Андрей Кудрявцев. Я не из Меэль из другого агентства, но именно такие виртуальные туры использую ещё и как инструмент убеждения собственника работать именно со мной. Ну да, именно так. Уникальность, про которую мы говорили. Да, это уникальность услуги. Ты что-то хотел сказать? Я тебе там что-то перейду в процессе. На самом деле, действительно, смотрите, если ты помнишь 2005 год, как раз Владимир Дмитриадис, и я были в компании Доки российско-американской. Мы столкнулись с тем, что иногда наши риэлторы выезжают на объект, да, и в шоке от того, какой там дом, да, и так далее. И вот в этот момент мы решили нанять штат фотографов, и они вначале нам помогали просто фотографировать. То есть, грубо говоря, если мы подписываем, то выезжали фотографы. Потом мы вдруг поняли, а почему всю Москву нет фотографировать? Вот так появился проект «Где этот дом». Да-да. И в этой ситуации, да, мы считали, что это такой чумовой, как бы, проект, да, такой инструмент для риэлтора. Но на практике мы увидели, что риэлторы-то до сих пор этим не пользуются боги. Потому что если брать виртуальные туры по Москве, они везде есть, все есть. Ты сильно лукавишь, потому что история к детдому дому мне очень близка, и один из провалов детдома, я считаю, только в том, что первоначально первые два года, и, может быть, даже три года существования, они как раз-таки игнорировали риэлторов. И рекламу на радио... Ты подберешь сам себе. И, собственно говоря, когда я пришел работать в Виннер, опять вынужден к этому обратиться, аксиому, который мне вбил в голову Юрий Бекозе, он сказал, запомни, кровеносная система рынка недвижимости – это риэлторы. Вот какая она, такой рынок. Поэтому без них здесь ничего не будет работать. И вот ошибка «Где этого дома», который похоронили 7 миллионов долларов, по оценкам в этой истории, по скромным оценкам, она именно из-за того, что изначально они вообще пытались игнорировать, они хотели построить C2C-с историю. Ну, здесь еще такой момент, что сам по себе инструмент или какая-то фича, как мы это называем, она ничего не стоит. Идеи и так далее. Как только сделал Яндекс, вся ценность «Где этого дома» с вот этими турами по дорогам закончилась. Да, она должна быть встроена... Она должна быть встроена в систему, которая дает конечный результат. То есть, если у тебя просто 3D-туры, ну, хорошо, и что дальше, да? Это просто инструмент. Да, это один... А инструменты – это всего лишь составляющие системы, конечным итогом, которым должны быть в итоге деньги. Да, если это не приносит, это не взлетит никак. Если это не создать ценности, ну, поюзают красиво, прикольно. Очень много проектов, там, стартапов прикольно. Ну да, особенно с очками. Я помню, на нескольких пару лет, это при всем уважении, по-моему, Игорь Кельник, ваш питерский разработчик таких очков, он все пытался удешевить эту технологию, чтобы каждый застройщик у себя вовсе имел. Конечно, застройщики имеют сейчас всевозможные очки и прочее, но это, конечно, игрушка. Ну, это хайп, да, это хайп, это игрушка, это больше такой вау-эффект. Есть такая стратегия в бизнесе. Смотри, как делает лидер, и повторяй, учитывая его ошибки. А есть еще афоризм экс-президента РГР Арсена Унаняна. Если вы пришли в агентство, и вам здесь рады, то вы не в своем городе. Две эти мысли дают идею узнать, как работают лидеры в другом городе. В каком, спросите вы? Отвечу, в Краснодаре. Именно здесь пройдет шестой бизнес-тур от компании Аякс. Вот здесь написаны даты. Кому и почему это принесет пользу? Для самых жадных руководителей, в хорошем смысле, назову только одну цифру, 6%. Именно столько зарабатывает Аякс со сделки. Естественно, часть платит покупатель, а часть продавец. Кстати, несколько лет Аякс работает с ВИП-услугой, с эксклюзивными договорами, 6% комиссия от собственника. А еще они продают всевозможные дополнительные услуги, включая массу юридических. Как это получается? А спросите у тех руководителей, кто хоть раз за последние 3 года побывал на бизнес-туре в этой компании. В описании ссылка на лейнинг с формой. И там есть несколько видеоотзывов. Посмотрите. Там же ссылка на сам бизнес-тур с описанием программы и спикеров. Если бы вы спросили лично участников, то могли бы легко услышать, что для таких результатов надо поменять голову руководителю. Вот и нынешний бизнес-тур пройдет под девизом «Мысли в другом формате». Сам я принимал участие в бизнес-турах, причем во всех трех ступенях для руководителей. Поэтому я знаю, о чем говорю. Действительно, непривычно для руководителя, выросшего из агента и привыкшего смотреть на свой бизнес как на артель, менять отношения в сторону корпоративных стандартов и требований. Если вы не хотите ставить свое агентство на рельсы дисциплины, плановых показателей, эффективного обучения и так далее, то вам нечего делать на бизнес-туре. Лучше проведите эти 3 дня в режиме отдыха, как и многие риэлторы, которым всего хватает. Кстати, бизнес-тур пройдет в конце марта, а в это время в Краснодаре уже совсем весна. Так что можете заодно сгонять на пару дней к морю. Теперь о деталях. Бизнес-тур идет 3 дня. Зачитаю записание. Помимо сильнейшего заряда энергии и мотивации, в результате участия вы получите уникальные технологии работы с продавцом и покупателем, алгоритм мотивации сотрудников, эффективную систему управления прогнозируемых продаж, четкий алгоритм воронки набора и адаптации персонала, чек-лист ключевых показателей и так далее. От себя добавлю, что первый день – это знакомство с компанией, с топ-сотрудниками и со стандартным набором технологий. Вы просто смотрите на все широко открытыми глазами и иногда удивляетесь. Во второй день вы погружаетесь в процессы сделки и видите опыт линейных сотрудников в отделах продаж и на других направлениях. Здесь же начинаете погружаться в атмосферу продуктивности. Другого слова я не подобрал. А третий день проходит полностью в режиме тренингов с большим количеством игровых технологий. Это я рассказал про первую ступень. Тем, кто на ней был, смысла объяснять вторую нет никакого. Потому что ты либо проникся Аяксом, либо нет. Ну, либо у тебя нет времени на поездку. Другого не дано. Итак, знакомьтесь с программой двух ступеней бизнес-тура и резервируйте места. Меняйте свой бизнес вместе с Аякс и СМ2 ТВ. Мы завершаем. Тут, кстати, есть один вопрос от Ильи Угарова. Можно ли считать лайт-версией SRM в маленьком агентстве до 10 человек подробные инструкции работы с общедоступными отдельными IT-сервисами для агентов и аналитиков? Кто-нибудь может ответить? Нет. Сложно работать в разных системах, это однозначно. Должна быть одна, вот то, что Андрей говорит. Даже и Viber, и WhatsApp надо убрать. Мы пока этого не сделаем, но, конечно, должны люди работать в одной системе. Моем, конечно, будет там 10 инструментов смотреть. В итоге непонятно с какого-то. Нам же надо о клиенте собирать информацию, как мы говорим, 360 градусов. И поэтому проблема тут Viber, тут WhatsApp, тут еще где-то. Если это в одном поле, мы можем ее анализировать. Мы можем быстрее принимать решения. Если это в разных полях, это уже не решение. Это первая вещь. А вторая вещь, мы делаем CRM-систему такую, что инструкции не надо. Потому что инструкцию ты раз прочитал, может быть, ты действительно запомнил, навык сформировался. Но обычно навык формируется 90 дней. А когда тебе CRM-система сама подсказывает, нажми на это, то есть у нас, допустим, переход закрыт, на следующий этап ты перейти не можешь. Ты не можешь сделать рекламу, например. Почему? Потому что там написано, нужно вот эти, эти, эти поля. Он, соответственно, заполняет, документы цепляет, все ушло на проверку к руководителю. То есть вот здесь вопрос в том, что CRM должна облегчать рутину и подсказывать многие вещи. Если ты помнишь, я в свое время, лет 10 тому назад, написал 21 сценарий работы риэлтора, соответственно, с клиентом. То есть их других нет. И смели мы там долго с экспертами, которые там по 20 лет работали, спорили, и всегда они выходили к этим 20 сценариям. Мы их просто запрограммировали. И поэтому, допустим, новичок ему говорит, вот делай это, тебе вот нужно сделать это. На самом деле, мы очень часто к нашей профессии относимся как к эзотерике. И риэлтора часто встречаешься со свечкой в церкви. Но, да, может быть, эзотерика работает, но на самом деле это бизнес. А бизнес это всегда алгоритмы. Если мы начинаем алгоритмизировать, то нам становится понятнее, а любой алгоритм можно что? Зашить. И мы просто видим вот эту цепочку того, что мы все больше и больше оцифровываем. Посмотрите N-Market, да, все больше и больше оцифровываем. Посмотрите DomKrick, все больше и больше оцифровываем. То есть как только алгоритм действия риэлтора или там потребителя, да, будет оцифрован, то, конечно, приоритет будет отдан машине, а не человеку. А человек останется как раз вот на финальную точку, да, эмоцию добавить. Люди не могут иногда принять решение без другого человека. То есть вот точку жирную взять и поставить, берите, это ваше, да. Иногда это работает лучше всего. Поэтому вот здесь нужно что понять? Вот эта вся цифровая вещь, вот как Илон Маск говорит, они должны нам помогать, не заменять. А мы часто воспринимаем вот эту цифровизацию как замену своей деятельности. Нет, они просто помогают, чтобы мы не тратили свое время на рутину. Но жирную точку в общении с человеком все равно должен ставить человека. Но это ты говоришь только для тех людей, которые действительно имеют такие компетенции вот на этом уровне работать. А есть, естественно, многие люди, которые фактически выполняют определенные функции и их как раз цифр этой заменят. Мы-то, кстати, как раз цифровизацию ставим как экосистема, где центр является риэлтор. То есть сама экосистема без риэлтора у нас ничего не стоит. Ну и хотим добиться, что все-таки и риэлтор без нашей экосистемы, конечно, бы чувствовал себя не совсем уверенно, да, дать ему уверенные инструменты. Как раз многие платформы, которые сейчас развиваются, принцип другой – заменить профессию экосистемой. То есть это кардинальное отличие, кстати, на MarketPro от других экосистем на рынке. Ну а что, на самом деле так и есть. Мы сейчас слышали, все работаем за 1% и прочее. Ну на самом деле мы завершаем. Я так понимаю, что вы как раз, Андрей и Игорь, так хорошо финализировали эту историю. Я бы хотел дать просто слово сначала Эдуарду, а потом в конце Андрею. Вот у нас 5 минут осталось. Эдуард, вот из всего того, что мы сегодня обсуждали, появились какие-то мысли, какие-то идеи, с которыми можно было поделиться со зрителями, ну и вообще подвести итог. Ну на самом деле, все, что было сказано, мне кажется, еще раз подтверждает, что риелторский успех, успех в нашем деле, он на самом деле базируется на трех столпах. То есть это вера в услугу, вера в компанию, которая дает как раз все сервисы, помогающие тебе просто рутину себя сбросить перед клиентом, качественно выглядеть. Ну и вера в себя, это обучение. Если ты не знаешь продукт, не понимаешь, что за чем идет, не умеешь это грамотно объяснить, соответственно, никакого успеха быть не может. Поэтому вера в услугу, вера в компанию, должен быть сильный бренд. Сила бренда, это, наверное, нельзя ее преувеличить. Я вот сейчас это даже больше... Преуменьшать или преувеличивать? Преуменьшать нельзя, потому что действительно, действительно, это очень важно. Особенно для сотрудников, я вот, кстати, читал у Ильдара Хусаинова пост, мне он понравился очень сильно, что есть категория людей, я это помню по своей практике, не раз сталкивался, которые просто в неизвестную компанию не пойдут работать. Конечно. И особенно сейчас молодежь подрастает, которая по опросам 30% вообще хочет быть чиновниками, ну, потому что, как бы, ничего не делаешь. Да, побольше. Вот. Но большинство все-таки верят в крупные компании, мало того, с точки зрения доверия, там были опросы, у нас в стране, там, банкам доверяют значительное количество людей, в отличие, например, от застройщика, ну, уж тем более, от агентств недвижимости. Спасибо большое. И у меня, я хотел бы к Андрею в конце обратиться именно как к такому практику, который является агентом. Вот мы тут что-то пообсуждали, да, и типа там попытались даже какие-то рецепты выработать для руководителей. Вот вы бы, если бы абстрагироваться от того, где вы сейчас работаете, да, ну, наверное, не надо абстрагироваться, если бы вам сделали какое-то предложение, и одним из параметров этого предложения работать у нас, был бы какой-то, не знаю, супер цифровой сервис в агентстве недвижимости. Вот какую долю этот аргумент в принятии решения бы у вас занял? Вот просто вот какие аргументы для вас были, вот какой были бы значимыми и какую долю занимать, если взять все за 100%, вот именно цифровизацию, наличие цифровых сервисов разных. Вы говорите и конкретно о моем мнении? Да, да, конечно. Я думаю, очень незначительно, потому что, ну, во-первых, в основе любой услуги всегда лежит человек, да, и любая компания, это прежде всего сообщество людей, вот, которые объединены какой-то одной, там, идеей, у некоторых компаний есть миссия, которые сотрудники разделяют, вот, а все, что все эти программы, да, все эти инструменты, это не более чем инструмент, инструмент достижения профессиональных целей, вот, и, скажем так, внедрить любой подобный инструмент можно в любую компанию, да, а создать именно сообщество людей, которым хорошо вместе друг с другом, да, которые, скажем, увлечены какой-то идеей, которые, скажем, готовы поддерживать друг друга, то есть все отталкивается, я считаю, прежде всего, от коллектива, от сообщества людей, составляющих компанию, риелторское агентство, агентство недвижимости, вот, потому что все эти программы, прежде всего, пишутся для них, все эти системы делаются для них, чтобы они могли легче осуществлять свою профессиональную деятельность, да, и много сейчас идет разговоров, что последние новшества некоторых, там, IT-гигантов, они приведут к отмене профессии риелтора, но я уверен, что этого никогда не случится, так же, как появление компьютера, да, предрекали исчезновение многих профессий, они не исчезли, появление электронных книг предрекали смерть бумажным книгам, этого тоже не произошло, также и появление... Станется только телевидение, сказал известный герой, умрут театры и все остальное. Не факт, смотрите, все телевидение теперь съеживается, да, и уходит постепенно, куда, все уйдет в интернет. В YouTube. Даже, да, первый канал там, наверное, имеет немалую долю аудитории, больше, чем эфирного, эфирной аудитории. Вот. В общем, все отталкивается от человека, прежде всего, и если говорить обо мне, что бы я выбирал, я бы выбирал бы компанию, в которой сильный руководитель, сильный коллектив, ну, в плане не того, что сильный, который умеет закручивать гайки, да, а тот, который помогает моему профессиональному росту, то есть там, где я буду быстро расти, расти и в профессиональном плане, и в плане ментальном, духовном, да, скажем так, потому что, деляясь своими ценностями человеческими, с другими людьми, то мы как бы их обогащаем. Вот если есть такое обогащение взаимное, то есть для меня, конкретно для меня, вот это наиболее важно, потому что все эти программы, их всегда можно внедрить, всегда можно сказать понимающему руководителю, что смотри, вот эта штука удобная, давай подумаем, как это сделать. Это нам, наверное, будет полезно. В обратную сторону руководитель может сказать, смотри, что мы сделали, как бы тебе это будет удобно. То есть это, такое взаимное обогащение идет, И поэтому, прежде всего, главное – это баланс и гармония в человеческих отношениях компании, это атмосфера, аура, дух компании. А вот эти все IT-примочки – это уже приложение ко всему этому, это инструмент, способ достижения цели компании, в который составляют, прежде всего, люди. Мы услышали разные мнения. Мы прощаемся. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо нашим гостям. Счастливо. Пока. Счастливо.